А перед оглашением потерь я хочу напомнить, что сегодня идет 726 день ожесточенной войны, которую Россия варварски развязала и ведет против независимого государства Украина. А вчера президент США Джо Байден заявил, что ВСУ вынуждены были отойти из Авдеевки из-за нехватки боеприпасов и бездействия Конгресса по выделению очередной помощи Украине. Также накануне США, Великобритания и наши союзники начали подготовку к разработке новых беспилотников с искусственным интеллектом. И уже создана коалиция, которая и будет производить данные беспилотники и передавать их Украине. Ну Путин, погоди. А по данным западных аналитиков, после захвата Авдеевки российские войска не остановились и начали проводить как минимум 3 контроперации наступления. И это делают они для того, чтобы не дать украинским ВСУ окрепнуть и перейти в контрнаступление. Так сказать, добиваем противника, пока он не закрыл свои раны. И происходит это на таких направлениях. Первое направление. Вдоль границы Харьковской и Луганской области в направлении Купенска и Лимана. Второе направление. Далее продвигаются в Авдеевке и вокруг нее в направлении Часового Яра. В надежде как можно быстрее его захватить. И третье направление. Это вблизи Работина Запорожской области. И ближайшая цель российских оккупантов. Это захват Запорожья. Это город-миллионник и один из стратегических и промышленных центров Украины. И мы должны понимать, армия Путина не дремлет, а давит, давит и продвигается. И нам необходимо ее остановить и полностью разбить. А за последние сутки потери россиян на фронте установили новый рекорд. 1290 российских оккупантов больше никогда не вернутся в Россию живыми. А всего же с 24 февраля 1922 года, с начала войны, на территории Украины было ликвидировано 403 720 российских захватчиков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова